Всем привет-привет! Как вы уже поняли из названия, сегодня мы снова говорим про мини-орхидеи. И сегодняшний ролик будет логичным продолжением ролика предыдущего, в котором я пыталась развенчать кое-какие орхомифы, которые очень смущают неокрепшие умы. Эти неокрепшие умы бегут повторять всякую орхо-ересь, орхофигню, которую они увидели или услышали где-то, и губят свои миниатюрные орхидейки. Хотя, как я уже сказала в предыдущем своем видео, если вам удалось купить орхидею миниатюрной формы или деточку, например, в адекватном состоянии, то эта миниатюрная малепуська абсолютно не потребует у вас большего количества подходов к ней, большего внимания, каких-то особых созданных условий орхидариумов, террариумов и прочей всякой орхофигни. Короче, сегодня, чтобы не быть голословной, я покажу вам на практике, как я содержу свои мини-орхидеи. Это будет как раз доказательством того, что даже орхидейки с не очень хорошим состоянием корневой, с которой они ко мне пришли, тем не менее живут и здравствуют, и абсолютно не находятся в каких-то более тепличных условиях, чем все остальные. Я сразу скажу, что я не претендую на истину в последней инстанции, и мой выбранный способ взращивания миниатюрных форм орхидеи и деток – не единственный способ растить их. Но, сразу скажу, это один из немногих способов, которые дают хорошие результаты и которые минимизируют риски. Короче, скромность из меня сегодня так и прет. Можно небольшой офф-топ. После последнего видео в личку ВКонтакте поступило много вопросов с кучей фотографий, просьб разобрать состояние сгнившей напрочь корневой системы и полупрогнивших шеек миниатюрных фаленопсисов. Короче, все эти вопросы посыпались от тех зрителей, которые пришли на мой профиль ВКонтакте из Ютуба, и они пока что еще не знают, что я не консультирую персонально никого в личке. Как ни странно, многие обиженные этим фактом товарищей искренне считали, что если я завела канал, то я это сделала ради того, чтобы часами всех нуждающихся консультировать. Так обиделись, получив отказ. Они, видимо, думают, что если я трачу очень много времени на свои ролики, на свой канал, то у меня этого свободного времени так много, что я его могу совершенно бескорыстно подарить незнакомым мне людям. Ребята, я ложусь иногда в 2, иногда в 3 часа ночи. Делайте выводы, где я беру свободное время. Я его беру у своего сна. Без обид, я не консультирую. Если после съемки и монтажа очередного ролика у меня вдруг образовалось свободное время, а я вообще-то еще и работаю, у меня есть жизнь, понимаете, обычная, такая же, как у вас, так лучше я это освободившееся свободное время потрачу на новый ролик, потому что я хочу развивать свой канал, свое любимое дело, а не пересказывать в письменном виде индивидуально вам в личке то, о чем я уже наснимала километры видеоматериалов. Вам лень их всех посмотреть, их очень много, там очень много слов, я это все понимаю, ребят. У вас своя жизнь, у вас своя работа, свой режим, у вас свои приоритеты, и вы, возможно, иначе, нежели я, тратите свое свободное время. Замечательно, но поймите и вы меня, мне тоже лень вам все это отснятое пересказывать, так же, как вам лень отснятое мной пересматривать. Давайте без обид, ладно? Ну, ладно, в принципе, все обиженные уже забанены. Итак, основные какие вопросы были мне заданы в личке и здесь в комментариях на ютубе. Это условия, в которых мои орхидеи растут, то есть их расположение, полив, субстрат, освещение. Про кормежку никто не спросил, но я про нее ничего и не скажу, потому что я пока что еще с удобрениями не подружилась. Короче, я вас приглашаю. Поехали, вернее, полезли. Полезли мы на мой шкаф, который стоит на лоджии. Лоджия соединена с квартирой, но там есть утепление стен, там есть хорошее остекление, но там нет батарей. Постоянно об этом говорю, потому что это очень важные нюансы. Когда вы хотите воссоздать, допустим, или повторить за мной какие-то приемы, вам нужно убедиться в том, что наши с вами условия совпадают. Так вот, сегодня я расскажу про условия, в котором наверху шкафа живут, обитают мои мини-орхидейки. Как вы видите, наверху шкафа они расположены ярусами. Выше всего к лампам ближе расположены котлеи. Про котлеи я потом скажу отдельно, там есть свои нюансики. На нижнем ярусе расположены фаленопсисы, есть проблемники. Вот там вот в синей коробочке я потом к ним еще вернусь в следующих роликах, потому что проблемные мини-фаленопсисы и те, которых я уже перевела из разряда проблемных в разряд нормальных и поместила их в такие же суровые условия, что и стандарты, например. Но вот это совершенно разные вещи, я не хочу их смешивать в одном ролике. Так, значит, наверху у шкафа у меня вот такая вот подставка. 55 см, две лампы Униель или Юниель. Купила год назад ровно в интернет-магазине. Ищите сами по названию. Ребят, я не даю ссылок, не рекламирую. Короче, Google, 21 век, век Google. Все самим можно прекрасно найти, тем более указав свой регион. А далее, почему показываю вот эти контейнеры? Не только потому, что я хочу похвастаться набегом на фикс прайс, хотя и это тоже. В основном потому, что та орхидейка, которая в левом контейнере, пятнистенькая такая, на самом деле их две. Сегодня она тоже побывает в нашем обзоре. И еще потому, что в предыдущем теоретическом ролике я сказала, что у меня есть мини-орхидеи, которые стоят рядом со стандартами и поливаются одинаково, редко или одинаково часто. И никаких особых условий они там не требуют. Начну свой обзор с вот этого Таинг Шин Смарта, который был куплен в цветущем виде в конце мая. С двумя оставшимися листочками он уехал со мной на море. И тогда, в самом начале, мне казалось, что с корневой у него все окей. Вот мы приехали на море, буквально на второй день распаковались. И я делала обзор. Кто со мной с лета, тот знает мою летнюю вот эту орхохронику на Адриатике. Но уже очень скоро стало понятно, что низ шейки и старая магазинная корневая система никуда не годятся. И мы начали долгий, я хотела сказать, даже мучительный, путь по наращиванию новой корневой системы. Собственно говоря, мы все еще в процессе. Вы видите, что внизу у нас мох. Да, этот фальнопсик сидел во мхе, но проблемные части, корневая система и низ шейки, она не была закопана. Уезжали мы с моря в начале сентября. Вот дальний голубой стаканчик в таком виде. У нас был прирост за лета в полтора листочка. Сейчас эти листья доросли практически до размера старых магазинов листочков. И вот такая вот корневая у нас была на начало сентября. Не могу сказать, что это прям супер вау корневая, но она хотя бы рабочая. Сейчас он выглядит вот так, как на вашем экране справа. Он сидит в импровизированном стаканчике из обрезанной бутылки от питьевой воды или от Кока-Колы. И там какое у нас наполнение? Первый вопрос, который всех волнует. В каком субстрате я содержу свои орхидеи? Можно небольшой офф-топик скажу, что практически все орхидеи из сегодняшнего ролика у меня далеко не новички. Или, по крайней мере, если новички, то они не проблемники. Это важно понимать, что сегодняшние условия, про которые я вам буду сегодня рассказывать, это условия, которые я создаю для орхидей, уже проверенных, с более-менее нормальной корневой системой. Что я делаю с новыми фаликами, приходящими ко мне во мхе, которые я рано или поздно тоже хочу запихнуть в кедр, и о том, как я поступаю с проблемными минчиками. Это отдельная тема для отдельного длинного ролика. Я уже сказала, не хочу сегодня эту тему примешивать. Сегодня я говорю не об этом, а о том, как я содержу большинство своих минчик, которые уже энное количество времени находятся у меня и больше не являются для меня темными лошадками. Итак, про полив. Это первое условие, первый, вернее, вопрос, который мне задают. В чем сидят ваши орхидеи и как вы их поливаете? Итак, ну в чем сидят? Вот как я уже сказала, это в основном кедровая скорлупа. Я тут экспериментировала, я мешала ее в некоторых случаях с керамзитом и с кокосовым субстратом. Про керамзит сразу могу сказать, что, как практика последних месяцев показала, это абсолютно ненужный, ничего не дающий на самом деле элемент, и на нем можно было бы нехило сэкономить. А я покупаю дорогой керамзит, вот такой вот кругленький, аккуратненький, темного красивого цвета, цвета почти что терракоты. Короче, на нем можно было бы нехило сэкономить, если бы не тот факт, что при помощи этого керамзита я экономлю кедровую скорлупу, когда мои запасы кедровой скорлупы истощаются. Также вы увидите сегодня практически во всех горшочках вкрапления кокосового торфа, и вы спросите наверняка, зачем он? Он у меня примешан только к верхней части, да, субстрата. Это, короче, хороший вопрос, зачем он? И мне нужно подумать над этим, над ответом на этот вопрос, потому что это был эксперимент сентября-октября-ноября месяца. Для категоричного утверждения о пользе кокосового торфа мне нужно больше подопытных и больше времени для наблюдений и анализа этих наблюдений. Но я думаю, что к весне я скажу вам, действительно ли является ли этот кокосовый торф полезным, помогающим нам компонентам моих посадок. Так, кстати, только недавно меня спросили, высыпается ли торф вот этот кокосовый через дырочки, и проваливается ли он при поливе, если я сверху поливаю, например, проливом орхидейку, проваливается ли он в недра горшка сквозь более крупную фракцию, например, субстрата, который под ним лежит. Это может быть кора, это может быть скорлупа кедрового ореха. Короче, я тогда сказала оба раза нет, и вы не поверите, у меня тут же все начало высыпаться и проваливаться. Вот хоть молчи вообще. Короче, какой вывод, какой выход, если вы не хотите с веником бегать по дому круглые сутки? Ну, это первый вариант вообще торф этот не использовать, потому что я, честно говоря, подзадолбалась уже с тряпкой ползать. Или использовать его верхним слоем, где он насыпан и где нет дырочек в боковых стенках горшочка, понимаете, чтобы он просто тупо не высыпался. Верхний слой, если вы буквально сантиметр-два насыпите этого кокосового торфа, он быстро будет просыхать, потому что он в открытом доступе, что называется, для воздуха, для проветривания. Он прекрасно быстро просохнет, он не будет у вас очень долго ваши корешки, ваши орхидеи размачивать, они не будут гнить, шейка не будет подгнивать, резома не будет портиться. Вот, короче, до этого выхода из создавшегося сложного положения я доходила целых три месяца. Говорю же, что орхохобби – это вообще дело для мазохистов. А про кедр, что хочу сказать, он со временем проседает, потому что, сами понимаете, кедровая скорлупа – это что такое? Это две половинки некогда цельного орешка. И, конечно же, что вот в эти полости, пустоты, рано или поздно насыпается более мелкая фракция. И вот за три месяца у меня на полтора сантиметра просел кедровый субстрат, я вот сейчас на ваших глазах его подсыпала. Значит, по поводу субстрата сказала, да, те орхидейки, которые уже мини-орхидейки, которые не являются проблемниками, у которых есть больше корней, нежели две штуки, и эти корни рабочие, с ними я поступаю сурово, я их засовываю в ту же самую скорлупу кедрового ореха с дырочками. Почему с дырочками? Потому что к условиям вернусь, да. Наверху шкафа у меня условия достаточно сложные. Днем там очень сухо и очень светло, очень жарко, тепло вернее, потому что там лампы, теплый воздух по закону физики поднимается кверху, и листики орхидей, которые там расположены, они интенсивно испаряют влагу, понимаете? Вот, причем испаряют влагу не только фаленопсисы, но и вот такие вот толстые, с бульбами, которые являются влагозапасающим органом. Вот, котлеи. Котлеи я поливаю так же часто, как и фаленопсисы, потому что они стоят в непосредственной близости от ламп. Прям совсем-совсем близко сантиметров в десяти. И подогрев, скажем так, и иссушающие действия ламп вот оказывают, короче, влияние на кратность поливов. Таковы условия днем. То есть там светло, по 12-15 часов в день подсветка, и там очень тепло. На ночь я подсветку выключаю где-то в час ночи, и в течение там ближайших восьми часов идет остывание всей лоджии. Идет остывание, естественно, и верха шкафа тоже, температура падает, поэтому я не могу себе позволить содержать там орхидеи в амхе. Мох после полива, как вы знаете, наверняка, очень долго не просыхает. Для тех случаев, когда орхидея стоит возле шпарящей батареи, наверное, это клево. Хозяйки меньше к ней подходов совершать с леечкой. А для меня это смерти подобно, вернее, для моих орхидеи, потому что сочетание холода и влаги вокруг корнейшей резомы это очень-очень большой риск. Еще почему вот эта вот котлейка, которую я вам сейчас показываю, почему она стоит наверху, а не отправилась спать на холодный подоконник без подсветки и с очень низкими температурами и практически без полива. Потому что ноябрьское солнышко, а оно у нас было, ноябрь и октябрь были очень солнечные. Короче, это солнышко разбудило почки. Я вижу четыре почки явно наметившихся, но из них только одна, прям конкретно сейчас в стадии подрастания, и поэтому я на суровых холодных подоконниках эту орхидейку не оставила, а поместила туда же, где мои все фаленопсики. Дальше, если вы видели, я взяла мисочку, такой контейнер с подсвеченной фитоспорином водой. Для использования фитоспорина у меня нет никаких показаний. Я просто хочу, чтобы вы видели границу воды при погружении в нее горшочков с орхидейками. Так, и мы плавно переходим к поливу. Это тоже очень важный вопрос. Его часто все задают. Но я сразу скажу, что у меня нет единого какого-то рецепта, единой рекомендации для всех минчик на этом свете. Ваша орхидея сама вам подскажет, когда ее нужно поливать, а когда можно и подождать. Учитесь понимать ее. Кто-то по весу горшка определяет. Если горшок стал совсем-совсем легкий, значит пора полить. Я определяю это по наметившимся едва-едва морщинкам на листиках моих орхидей. Когда у новых котлеек морщатся бурбочки, я вообще абсолютно не паникую. Я не дошла до той стадии просветления, когда бульбы распаиваются до состояния наливного яблочка. Я считаю, что это абсолютная ерунда. Мне важно, чтобы новые псевдобульбы, которые будут расти, и вот они росли, что называется, в условиях редких просушек. У них прекрасно в этих просушках, кстати, отрастают корни. Я не собираюсь эти корни баловать, так же, как я не балую корни любых фаленопсисов. Неважно, какого они размера, стандарты или микро-мини. Вот сейчас я вам показываю недрогашочка. Кто это у меня? А, это пико-фэнтези. Это диетка от пико-фэнтези, которых я называю иго-го. У меня было два взрослых растения. Одно развивалось и продолжает развиваться. Второе съездило со мной так же, как и все остальные на Адриатику. Нахваталось там в условиях перепадов температур, конденсатов и влажности воздуха. Не то, что нахваталось. Эти микозы явно в ней сидели, потому что она не развивалась вообще полтора года до этого. Ну и тамошняя влажность добила эту орхидейку. Она померла. Но ее детка вот здравствует, тетя-тью-тьфу. Она фундазолится, как вы видите, по цвету ее шейки. Она наращивает какие-то листики. А это сейчас уже, это не пико-фэнтези. Это та первая орхидейка, которая съездила со мной на Адриатику. Она уже политая. Видите, с нее стекает водичка. Это Тангшин Смарт. И вы видите, что его новый корень, который ушел в недра субстрата. До середины гашка он не дошел. Но, тем не менее, при поливе он уже намачивается. Вы видите, что он абсолютно белого цвета. В отличие от старых корней, которые никогда не были приучены к просушкам. Вот они внизу. Короче, они потемнели, как темнеют все корни. У фаленопсисов, например. Ну, вообще у орхидей. Ну, так вот, если у орхидеи на корне нарос очень-очень толстый слой виламена защитной оболочки, то этот корень не будет при поливе менять цвет свой. Я не знаю, видели ли вы когда-нибудь это в своей жизни. Я это наблюдаю достаточно часто, потому что я скупа на полив. И моя задача, неважно, сколько времени у меня это займет, моя задача со временем всем своим орхидейкам помочь нарастить новую, адекватную, хорошую, покрытую толстым слоем виламена корневую, которая с течением времени, через год-два, заменит полностью всю старую, никуда практически не годящуюся корневую. Но, тем не менее, эта корневая в рабочем состоянии, вот та, что имеется сейчас у моих этих фаленопсиков, вот эта старая корневая охотенная выглядит страшно, она выполняет свою роль по донесению воды к растению, к листьям. Я это точно знаю, потому что я вижу после полива вернувшийся тургор. Я стараюсь при поливе хотя бы через раз не мочить ту зону, в которой новые корни. Вот видите, да, буквально верхняя там треть-четверть горшочка, я стараюсь до туда воды не наливать. Иногда бывает, когда мне лень снимать все орхидеи со шкафа, я просто залезаю туда со спринцовкой и буквально по паре столовых ложек наливаю сверху. И то я стараюсь лить не на корни, а только на субстрат. Хоть что-то, но орхидейкиным корням перепадет. А когда я поливаю нижним поливом, то я стараюсь новые корни в воду не погружать или погружать их не целиком и полностью, для того, чтобы на той части корня, которая над водой находится, да, вне полива, чтобы на ней как можно лучше, толще нарастал веламен, что в принципе у орхидеи в природе и происходит. В природе у орхидеи нет вот таких вот страшных корней, которые похожи на ленточные сушеные черви. Короче, как вот на вашем экране. Со временем добавлю, когда новая корневая система уже разветвится, корни будут минимум сантиметров по 10, а то и 15, и их будет больше, чем 2-3-4 штучки. Старую корневую я отрежу. Знаете почему? Потому что когда новые корни нарастут, а они же будут нарастать в условиях хороших и просушек, и в условиях редких поливов, понимаете, мне не будет нужды поливать свою орхидею так часто, как я поливаю вот недавно пришедшую ко мне новую орхидею. Да, я сильно дырявлю стенки, я насыпаю субстрат, который быстро просыхает, который не влагоемкий, и конечно же мне приходится поливать вот эти вот корешки, даже не орхидею я поливаю, понимаете, а корешки для того, чтобы они не успели усушиться в усмерть до тех пор, пока новая корневая не отрастет. Короче, я постоянно с каждой орхидеей ищу баланс между усушить до смерти и нафиг отгноить. Чего и вам желаю, в принципе. Поэтому я говорю, что универсального рецепта нет, все зависит от состояния вашей орхидеи и от ваших условий. Далее, пока поливаются мои фаленопсики, а каждый поливается минут 5-7-10, пока идет съемка следующего фрагмента. И поливаю, я скажу про кратность, примерно один раз в неделю. То есть иногда бывает, вот у меня поливочные дни, пятницу, суббота, воскресенье, мои самые свободные дни на неделе. Иногда я поливаю в пятницу и в следующий раз тоже в пятницу. Иногда в пятницу, а в следующий раз в воскресенье. А иногда в воскресенье, а в следующий раз в пятницу. То есть там 5 дней всего проходит между поливами. Это те жаркие солнечные дни, редкие для зимы подмосковной, когда солнце все-таки светит, прогревает мою лоджию, и наверху шкафа температура очень сильно вырастает. Соответственно, вырастает интенсивность испарения листьями влаги. Пока фаленопсики поятся по очереди в одной и той же таре, я вам показываю свои 4 котлейки. Я их как-то вам показывала в октябре, когда делала первый свой симпадиальный, скажем так, обзор. Но вы наверняка этих хридеи не узнаете, потому что тогда они отдельно находились друг от друга в старых магазинах транспортировочных, вернее, фермерских горшочках. А сейчас они мало того, что сидят вместе в новом субстрате, в новом горшке, они еще обзавелись новыми вот такими росточками, которые сейчас пока похожи на сабельки. Псевдобульбы еще не начали наливаться, формироваться. Каждая из этих сабелек уже обзаводится своими корнями зрелища. Просто потрясающая. Меня хлебом не корми, дай взгромоздиться на табуретку и зависнуть на виду всей улицы на своем освещенном верху шкафа. Почему вы видите сейчас свобленные листики? Я специально вам их показываю через неделю после предыдущего полива. Потому что старая корневая система, которую я вынула из транспортировочных горшочков, она практически ни о чем. Я ее не стала отрезать, потому что я не понимаю в корнях котлей так хорошо, как я понимаю в корнях фаленопсисов. Короче, на всякий случай, чтобы не отрезать лишнего, я оставила всю ту старую корневую систему. Она явно не гнилая, она явно не сухая, но она явно и нездоровая. Короче, быстрые просушки избавляют меня от страхов за то, что вот эта органика, будь корни мертвыми, что эта органика начнет гнить. В условиях быстрых просушек корни высыхают, и даже если они мертвые, они не распространяют вокруг себя никакую бяку. Так, что еще хотел сказать? А, ну так вот, старая корневая система, непонятно, рабочая она или нет, а новая корневая вы видели там буквально по сантиметру, по полтора эти новые корешки, и они еще не выполняют свою роль по напаиванию орхидеи. Поэтому пока что, даже через неделю после полива, орхидейка выглядит сморщенно и, наверное, печально. Но как только вот эти новые корни вырастут, там некоторые уже дошли до середины горшка, как только все они уйдут в глубину субстрата и будут нормально пить при поливе, то тургор к листьям будет возвращаться буквально через день-два после полива. И мы снова с вами на шкафу. Я повторяю тот фрагмент, с которого я начала свой сегодняшний обзор, чтобы вы, уже увидев эти орхидеи поподробнее о каждой, смогли оценить их месторасположение, если вдруг захотите такую конструкцию соорудить у себя. Наверняка у вас тоже есть шкафы, спрятанные от глаз, людей, которые входят в вашу комнату. Короче, у меня это все на лоджии, в нише, и туда захожу только я. Ля-ля-ля, это комната, в которой живу я, и вот мне за внешний вид этого дела мне абсолютно не стыдно и не страшно. Короче, у меня здесь еще делинати, у меня тут стертяны, которые дуют, бутончики, у меня тут фласочные мельтасии, и у меня в синем контейнере, как я уже сказала, проблемные мини-фаленопсисы, про которые я вам потом расскажу. На переднем плане Замбии, которые пора рассаживать им явно тесно, и слева ренотопсис Милдред Джеймсон. Посмотрите, как высоко и близко к лампам расположены котлеи, которые я сегодня вам обозревала. И, наверное, на этом я буду с вами прощаться. Если будут какие-то вопросы по условиям именно моим, задавайте. Но мне кажется, я рассказала все и про полив, и про освещение, и про температуры, и про субстрат. Ну и, наверное, все, ребят. Я сегодня быстро очень говорила, потому что хотела все вместить в 25 минут. Все, всех целую, увидимся на моем канале.